Радио Кировград. 16+. Особое мнение на 101FM. 13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Владимир Маматов, пресс-секретарь завода «Вятич», коммерческий директор газеты «Репортер» Володя. Добрый день. Да, Свет, приветствуйте. Ну что, развивается дело по заводу «Вятич». Адвокаты председателя Совета директоров «Вятич» Николая Курагина обратились в Следственный комитет Российской Федерации с требованием возбудить уголовное дело в отношении следователя УМВД России по Кировской области за разглашение налоговой тайны. Это вот последние сведения и комментарии, которые публиковала газета «Коммерсант» 22 мая. И это говорит о том, что после обысков, выемки документов и предъявления каких-то обвинений... Нет, в этом весь анекдот. Сейчас мы перейдем к деталям. Завод «Вятич» стал предпринимать активные действия. Давай разберемся в ситуации. Дело «Вятича» есть, оно заведено. Анекдот в том, что это дело не «Вятич». То есть тут очень много интересных деталей. В первую очередь это дело не «Вятича», а торговой компании «Вятич», которая до 2017 года занималась реализацией продукции. То есть туда, да, входило руководство «Вятича» в состав учредителей, все правильно, но... Значит, эта компания ликвидирована в 2017 году. И второй момент. Никаких обвинений не предъявлено до сих пор. То есть проводятся следственные действия в отношении круга неустановленных лиц. из числа руководства торговой компании «Вятич», которые совершили преступление по 193-й части 1-й. То есть это сейчас я, будучи не юристом, просто засчитаю, как называется эта статья. Момент. Это совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подвожных документов. Вот теперь это ужасное длинное название, я объясню. Эта статья создавалась для того, чтобы предотвратить липовые сделки. Например, есть наша компания, ну, без разницы, любая российская, и есть рога и копыта где-нибудь в Китае. Я якобы закупаю оборудование у этой китайской компании, перечисляю деньги, их фактически обналичивая. Китайцы мне пишут, что поставили, я пишу, что поставили. Никакого оборудования нету, ничего нету. Все документы подвожные, это просто средства обналички. Вот для того, чтобы предотвратить это действие, была введена вот эта 193-я часть 1. Что понимает, и в деле Вятча, на самом деле, анекдотов, количество очень большое. То есть, первое, что считает следствие подвожными документами? И, на самом деле, адвокаты от имени Курагина, они подали на имя Бастрыкина в Следственный комитет два заявления. Первое о том, что изъяли спецдекларацию, как раз спецдекларация по 140-му закону, об офшорной амнистии, он так называется, изъяли во время обыска у Курагина. Это грубейшее нарушение, фактически преступление, связанное с разглашением налоговой тайны. Ну, это отдельный вопрос. А по поводу возбуждения самого дела, оно возбуждено в отношении заведомо невиновных, заведомо невиновных лиц. Почему? Потому что под подвожными документами следствие считает протокол собрания учредителей, на котором распределяется прибыль, полученная ТК-овятищем, торговой компанией, за несколько лет. Есть одна из компаний, которая является соучредителем торговой компании «Вятища», получает дивиденды, просто распределяя прибыль. Эта компания также принадлежала, точнее, Николаю Витальевичу Курагину. Фактически Николаю Витальевичу Курагину. Из одного своего кармана перевожил деньги в другой карман. И эти деньги, как это, в общем-то, не смешно, позволили развиваться предприятию. Потому что, благодаря тому, что он зачислил на счет своей немецкой фирмы эти деньги, немецкие банки его прокредитовали под покупку оборудования, под 1, 1,5-2% годовых, что он не мог получить ни в одном российском банке. То есть Николай Витальевич молодец, он взял и вважил их обратно в бандернизацию производства. Это законный схем. Это не просто законно. Налоговая закрывает у компании в 2017 году все налоги выплаченные. Вообще все, все до копейки. Мы чисты пред Богом и людьми. Как могло случиться такое, что вот этот налоговый документ, который, ты говоришь, не имели права представители ОМВД изымать, они изъяли? Николай Витальевич их предупредил во время обыска, что они совершают ошибку. В ответ на что забираем все. Потом адвокаты поинтересовались, а не стоит ли взять и вернуть документ. Потому что даже его разглашение и показ понятым уже нарушение налоговой тайны. А ее показывали? Конечно, конечно. При обыске же есть понятые. Все понятно, да? То есть налоговая декларация показана, налоговая тайна нарушена. Это уголовное преступление. Как бы то ни было. Конкретные лица и фамилии этих людей, которые изымали... К сожалению, они есть. Они есть. Зафиксированы. Нет. В заявлениях адвокатов они существуют. И мне они прекрасно известны. Но пока их оглашать, я считаю, не целесообразно. Почему возникла необходимость или решение такое написать на имя Бастрыкина письмо? Ну, это уже на усмотрение московских юристов. То есть, видимо, они считают, что это наиболее прямой, ясный, простой путь в решении вопроса. В общем, там же два заявления. Первое заявление на разглашение налоговой тайны. А второе заявление касается именно возбуждения дела в отношении заведомо невиновного. Что тоже является уголовным преступлением. Как можно... Вот тут я уже говорю не как пресс-секретарь Заводовича, а просто как журналист Владимир Маматов. Каким образом можно платежное поручение и протокол собрания учредителей компаний считать подвожными документами? Я перечитывал определение подвожных документов, которые Верховный суд рекомендует, обосновывает. И это должен знать каждый следователь, каждый вообще работник МВД, да? Это невозможно. Ни почисток, ни ошибок. Это этим компаниям переводилось, эти компании отчитались, налоги с них заплачены. О чем идет речь? Какие... Нет, это подвожные документы. Причем это вот моменты, я его озвучу все-таки, когда следственные действия проводились, в разговоре Николая Витальевича Курагина с одним из высокопоставленных чиновников МВД, ФСБ, я не помню, кого точно, он резонно поинтересовался, что выплаты этих дивидендов, часть была, большая часть, кипрскому, точнее, это кипрская компания, это фактически немецкая компания, Кавиатальич. Вот. Этим людям предназначалась большая часть дивидендов и небольшая часть физическому лицу, являющимся тоже учредителем этой компании. Так вот, я услышал парадоксальный ответ. Нет, вот то, что нашему физическому лицу, это дивиденды. А вот то, что туда ушло, это не дивиденды. А вывод денежных... Это 193-я, часть первая. Вот я до сих пор не могу понять, каким правосознанием руководство Лисе руководствуется, а и будут ли руководствоваться дальше. Ну, да, дальше у меня уже почти не параметские выражения. Что значит работа московских адвокатов и письмо, которое было написано на имя Бастрыкина? Значит ли это, что контроль или разработка этого дела выходит уже с уровня регионального на уровень федерального? Я думаю, да, я почти в этом уверен. Я не знаю, конечно, какие... Ни в коем случае не знаю и не могу знать. Это не мое дело. Какие эти движения там совершаются в Москве, то есть как они отрегулированы на все это, я могу судить только по ситуации Совета Федерации, когда шло голосование по офсорной амнистии. Потому что изъятие спецдекларации, вот этой у Николая Витальевича, оно является не просто там налоговым нарушением, там, выголовным преступлением по поводу разглашения налоговой тайны, еще что-то, но это сигнал для абсолютно любых силовых ведомств в нашей стране о том, что все люди, которые совершали подобные операции, они прикосновенные. Но это означает, что несколько лет усилий правительства и президента в том числе, там огромное усилие, миллиардные расходы, гигантское время, направлено на то, чтобы люди показывали свое имущество за рубежом, возвращали деньги в Россию. Вот все эти усилия перечеркиваются в одном движении. То есть с имиджевой точки зрения, у меня нет слов. И когда были публикации как раз в 20-х часов мая, там, да, РБК, коммерсант, еще кто-то, ситуация, насколько я знаю, была следующая, что Совет Федерации как раз в эту среду, когда публиковалось, должен был голосовать по поводу продления оффшорной амнистии. И Валентина Ивановна Мутвиенко просила на это заседание Совета Федерации не поднимать вопрос о Вятиче, чтобы не срывать голосование о законе. После этого, через час-полтора, Интерфакс вышел с совершенно потрясающей статьей, где черным по белому было написано, что кейс Вятича, все дело его, окажет влияние на институционную, на налоговую, на оффшорную ситуацию, которая существует в Российской Федерации в целом. То есть она показала таким образом, что это не региональный вопрос? Это не в коем случае. Это вопрос, во-первых, Вятиче федеральная компания. То есть, с моей точки зрения, большим заблуждением было вообще начинать это дело. Ну, это уже, как говорится, на совести, на усмотрение людей, которые это делали. Вот. Вятиче не местная, это федеральная компания. И вопрос с декларацией, он, да, вопрос. Почему? Потому что, ну, я думаю, эта подробность будет интересна. Я знаю, что швейцарская компания, которая делает эти оффшорные спецдекларации, они звонили Николаю Витальевичу Курагину буквально там через неделю, там буквально, или в момент публикации, я уж не помню, с вопросом, а как дела вообще? Потому что они сделали их там 800 или 1000 этих спецдеклараций. По России? Да. Если сейчас вдруг выясняется, что они не являются вот этой защитной, охранной грамотой от государства, что их, оказывается, можно изымать, и сведения, указанные в них, использовать, это скандал уже даже не федерального уровня. То есть это международные юридические компании, которые выясняются, что они фактически обманывали своих клиентов. Прервемся сейчас на полминуты и продолжим разговор с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем завода «Вятич», коммерческим директором газеты «Репортер». Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» в эфире у микрофона Светлана Занько и Владимир Маматов напротив меня, пресс-секретарь завода «Вятич», коммерческий директор газеты «Репортер». В прошлом году, в ноябре месяце, генеральный директор акционерного общества «Вятич» Илья Курагин давал большое интервью, развернутое нашим коллегам в бизнес-порталу «Навигатор» и говорил, вот он следующее, что доля кваса на российском рынке от завода «Вятич» приближается к 7%. И если говорить про российский рынок в целом, говорит он, то это хорошая доля. У нас есть понимание того, как приблизиться к ее 10%. Это фактически третье место по производству кваса в России. И тут, конечно, возникли в обсуждении этого вопроса, возникли версии о том, что это может быть рейдерский захват, и даже сами руководители завода об этом тоже говорили. Так, все-таки похоже ли это на рейдерский захват? Если да, то какие причины, какие действия, может быть, об этом говорят? Ой, честно говоря, это самая мрачная перспектива, о которой я бы хотел бы говорить, но она есть, и руководство завода убеждено, что ничем другим все это объяснить нельзя. Дело возбуждено незаконно, они уверены в этом абсолютно. Я по всем судам, вот я как посторонний человек, а к ней юрист, глядя на, читая эти документы, я не вижу смысла сомневаться в этом. Скорее всего, так оно и есть. Дело возбуждено незаконно. Статья, по-русски говоря, притянута за уши. Я не понимаю, почему вот ты возбуждаешь дело по этой статье, почему не пригласили просто людей побеседовать, почему не предложили принести эти документы, показать сделку. Зачем вот эти десятки людей в масках, парализовав работу завода, то есть они начали обыски в новом заводе в 9.30, а закончили в 8 вечера. То есть не пуская, не выпуская никого и ничего. Ну, это стандартная процедура. Да, но зачем? Что? Они изъяли 20 страниц документов, 20 страниц. Они 10 часов подряд изымали 20 страниц документов. Что они делали все это время? Зачем это было делать? То есть есть ощущение, что что-то конкретное искали? Ну, по-русски говоря, во-первых, это первый момент, что нагнали жути, по-русски говоря, да? То есть вот у меня такое ощущение, да, от всего этого. Я не понимаю причину этого. То есть вот беда в чем? Если бы в этих действиях были ясные и понятные причины, то тогда бы вопрос с рейдерским захватом не стоял. Вообще не стоял. Зачем? Ну, когда все ясно. А здесь настолько это нелогично и настолько это бьет по имиджу государства в целом. Раз мы сейчас говорили об офшорной амнистии, это, ну, я не мнение, опять же, нет слов таких парламентских. Вот. Но при этом мы сами, и следственные действия, они тоже мне непонятны. То есть это именно психологическое давление, испуг, я не знаю, что. Рейдерский захват вятич, в отличие от огромного количества пивных предприятий, там, пивных, квасных, без разницы по России, это процветающее предприятие. То есть это надо очень хорошо понимать. То есть, ну, очень долго можно говорить на тему того, что там вода из артезианских скважин, солод, на самом деле, везется из Швеции, хмель, на самом деле, из Чехии, а все оборудование давно модернизировано, оно немецкое там стоит, зайди на завод, посмотри. Там абсолютно сделано, и он входит в несколько процентов заводов, которые остались русскими. Все остальное это интернациональные корпорации. То есть это по-настоящему русский завод, переоборудование, сырьем великолепно. Ну, а понимание, в чьих интересах может быть рейдерский захват, есть? Обсуждается этот вопрос? Ну, вопрос, вот тут начинается анекдот, потому что это могут быть ребята, которым просто интересен бизнес. То есть отжать завод, который приносит хорошие деньги, ну, смотрите, смотрите, вот Вятич платит в год, боюсь ошибиться, но миллиард двести налогов. Причем из местных, да, совершенно в Кировской области, да. Из местных он первый. То есть больше из местных компаний не платит никто. Включая Уралхим, который давно уже в Москве юрисдикция, да. Здесь в Кирове больше Вятича платит две компании. Это РЖД и Газпром. Но я извиняюсь, по-моему, у них юрисдикция тоже не Кировская, да. А вот с Кировской юрисдикцией самые большие деньги в бюджет это 3% на секундочку бюджета. Региона. Да, да, да. Вот эти 3% платят Вятичу. И тогда вопрос встает, вопрос встает, вопрос встает понятный. Когда все началось, внимание крупнейшему налогоплательщику региона со стороны правительства Кировской области сразу обратилось? Вот этот вопрос мы отложим, я думаю, буквально на следующей неделе. В первую очередь потому, что Игорь Владимирович, который Васильев, да. Губернатор Кировский. Да, совершенно правильно. Он у нас обещался, по крайней мере, я знаю это от пресс-секретаря, появиться 15-го числа на открытии баночной линии на заводе. То есть есть... Завод запускает банку. Да, да, да. Наконец-то Христос воскрес, я об этом говорил в 9-м году, в 10-м, в 11-м и так далее. Наконец-то все стало на свои места, и завод запускает баночную линию, то есть пиво Вятич появляется в банке. Ну, я думаю, следом и квас и все остальное, да. То есть на эту упаковку мы перейдем. Но сам факт того, что Игорь Владимирович все-таки появляется на заводе, меня, откровенно говоря, очень радует. И поэтому по поводу отношения местной власти к заводу и по поводу того, какие действия были совершены ею или не совершены в самом начале, давайте отложим. Отложим буквально на недельку, посмотрим, как будут развиваться события. Ну, насколько я понимаю, все-таки до этого момента правительство никак не вмешивалось в этот процесс, даже законным, понятно, каким-то, хотя бы интересным каким-то. Да. Пока, ну, вот сейчас вот вроде бы что-то сдвинулось, слава богу, это я вечерчайно рад. Вещи совершенно связаны, миллиард двести миллионов налогов в региональный бюджет в случае, а я не знаю, есть ли такие мысли у завода, уводить отсюда производство. Ну, вот вернувшись, это катастрофа абсолютная, ну, как абсолютная, то есть, во-первых, вяче лишаться нормального пива. Потому что, да, пожалуйста, ребята, то есть у вас останется то, что вам по 37 рублей по акции продается в магазине. Ну, я сейчас не буду заниматься сравнительным позиционером, то есть уходить конкурентов и рассказывать о том, что у нас все натуральное, а у них в банке. Ну, у нас тоже будет в банке, кстати. Вот. Но, ну, вот... Рассматривается ли руководством сейчас завода новые площадки в стране? Рассматривается, рассматривается, конечно. В связи с этой ситуацией или помимо этой ситуации рассматривается? А это подтолкнуло. Просто подтолкнуло. И очень многие процессы подтолкнуло, потому что, ну, как бы, зачем чувствовать себя уязвимо именно здесь, да, целиком? Потому что здесь, да, единственная площадка, которая вяче производит все. Ну, анекдот ситуации в том, что когда ты запрашиваешь регионы вокруг Москвы, в центре России, на тему сотрудничества, постройки завода там, ну, это, скорее всего, будет в любом случае, потому что, ну, чисто логистика. То есть мы должны будем напоить всю Москву. И 7%, которые Илья Николаевич Курагин озвучил, я думаю, что это, мягко говоря, не предел. Ну, там, аминциозные планы. Я ими всегда осваивался, надеюсь, что и завод будет осваиваться. И все эти регионы вокруг Москвы, они с распростертыми объятиями. Налоговые льготы. Да, Бога ради. Да приезжайте, дорогие, да все. Все, любые встречи, любые согласования, вот вам письма, вот инвестиции и рабочие места. И мне директор этого корпорации развития как раз Калужской области, он мне по телефону, он говорит, да я открытым текстом, да мне все, что нужно, это инвестиции и рабочие места. Что тут скрывать-то, я не понимаю. Давайте, давайте, давайте. Калуга. Калуга. Понятно. Ну, это один из вариантов, мы смотрим пока. Владимир Маматов, пресс-секретарь Заводовевич у нас в особом мнении. Так вот, как-то повлияла эта ситуация, которая получила там всероссийскую огласку, потому что ведущие деловые издания и коммерсанты, и ведомости, по-моему, написали об этом и пишут постоянно. Как-то это повлияло на продажи? Ну, скажу тебе честно, я не анализировал еще графика продаж, вообще не анализировал. То есть сейчас технических задач очень много, текущих, и времени, да, статистики просто не доходит этого все, да. Я думаю, что они поднимаются и будут подниматься. Ну, возвращаясь к рейдерскому захвату, все-таки два. Да, мы, кстати, не выяснили, в чьих интересах может осуществляться. Это мы и не выясним, потому что вот так же, как непонятна логика тех, кто это начал, так же непонятны, чей интерес. Почему? Потому что есть два варианта. Лежа отжимают просто бизнес. Ну, тут более-менее, слава богу, отличное пиво, прекрасное, там, куча... Я не понимаю, почему 20 лет подряд Вячес не рассказывают о том, из чего и как он делает. Ну, это очень смешно, потому что кировщане наивно думают, что это делается просто, там, лопатой мешается где-нибудь в чане. Ребята, это заблуждение, оно не мешается в чане. Я сегодня с московской телекомпанией ходил по заводу, делал... Ну, правда, мы были в классном цеху, но он по качеству, по картинке ничем не отличается от пивного. Ну, ребят цокали языком, почему-то московская телекомпания «Имбир» по ходу матча. То есть все очень-очень европейского качества. То есть у вас уже московские телекомпании снимают? Да, 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 снимают, конечно. С каким расчетом? С тем расчетом, кто придет в Москву? Нет, они снимают, потому что мы одна из замечательностей вятки. Они снимают губернатора, космический центр на Соковском, ну и нас-то куча. Вот так вот. Перерегистрация такого большого... Не хочу об этом говорить, отложим этот вопрос, потому что еще раз стрейдерский захват. Лежа отжимают предприятие, и оно будет продолжать делать что-то. Ну, то есть будет не ячь выпускаться, а будут лить Хайникин какой-нибудь там. Ну, тут же перепродадут его какой-нибудь транснациональный, там будет выпускаться, там, по-моему, не позволяет. Ну, как говорится, пейте, кировчане, Хайникин дешевый. Ладно. Боксим, это можно тут многое извить. А второй момент, это совсем простые ребята, то есть там большое количество недвижимости, то есть такая большая площадь, можно построить еще один торговый центр. У нас, видимо, мало в Кирове, да, что-то такое сделать. Ну, оборудование на металлолом. То есть потому что в 90% случаев тех, кто отжимает предприятие, они не могут им управлять. Они не понимают, что такое бизнес, вообще не понимают. То есть когда ты все, что умеешь, это получать приказы и отдавать приказы, ты никогда не справишься с реальным производством. Ты там запутаешься в 90%. Что говорят ваши адвокаты, адвокаты завода? Насколько грамотно были проведены выемки? Нет, там в процессуальном отношении куча нарушений, там очень много их на самом деле. Ну, не самые вопиющие, это изъятие спецдекларации, а остальное абсолютно меркнет. Прервемся сейчас на полминуты, и после этого я попрошу тебя прокомментировать заявление, которое последовало от Николая Курагина о том, что его ограбили. А, да. Продолжаем наш разговор с Владимиром Мааматовым, пресс-секретарем завода «Вятич». И в конце апреля все СМИ распространили информацию, что было заявление от Николая Курагина, председателя Совета директоров компании «Вятич», что ограбили его дом, откуда грабитель унес серьезную сумму денег. Примерная сумма похищенная составляет 33 миллиона рублей, приводились вот такие вот цифры. Правоохранители ищут грабителя, при этом грабитель оставил большое количество отпечатков по всему дому, но больше сообщений никаких не было. Что произошло? Ну, к величайшему прискорбию своему вынужден подтвердить, да, украли, ограбили, да, большое количество отпечатков, просто разбили стегло, просто залезли, взяли чемодан с деньгами, в котором еще по ходу матча было 4 загранных паспорта. Ну, как это случилось, почему это случилось, я комментировать не буду, как мне оставим, но потом. Но это факт, и Никай Витальевич потерял очень большие для него деньги, на самом деле, очень большие. И это был для него шок, и действительно, он подал заявление, но самое забавное, пожалуй, во всей этой истории, каким-то образом это дело об ограблении Кавиталя Чакурагина ведет тот же следователь МВД, который ведет и дело по 193-й части 1-й, то есть еще раз, о перечислении валютных средств, насчитание резидентов с использованием подвожных документов. То есть как-то их связали, эти дела, получается, если один следователь? Я, опять же, не понимаю, каким образом, и вот это неразрешимая для моего задача, каким образом уголовное дело, уголовное по поводу кражи, может вести следователь экономического отдела, экономического департамента, то есть экономическое дело по совершению валютных операций, валютного перечислений, и дело по грабежу, как это может вести один человек в отношении одних и тех же людей? Причем самое смешное, что в отношении Николая Витальевича никаких обвинений не предъявлено. Они по-прежнему ищут неустановленных лиц из числа, и все. Но следователь тот же самый. Следователь тот же самый, совершенно верно. А были же такие истории, когда руководители больших предприятий заявляли о похищении, потом их находили, и в отношении заявления Николая Курагина о том, что у него похитили деньги, тоже сразу же возникли слухи, что это дезинформация, это он придумал. Факт подтвержденный следователями, зафиксированный, принятый. Как это можно сказать? Я даже затрудняюсь, потому что я знаю Николая Витальевича Курагина, сейчас скажу, с 2001 года, причем... Ну что говорят следователи, они зафиксировали хищение, приняли это заявление? Нет, заявление они приняли, и уголовное дело они открыли. Открыли. Да, но при этом практически в частном порядке они заявляют, что это инсценировка, конечно, это инсценировка. Сам у себя взял, украл свои загранпаспорта, так что ему не выехать, ничего не сделать. Сам взял у себя, украл деньги, разве все... И опубличил. Да, да, да. И опубличил все это. Да, и последнее, вот смысл этого, смысл этого, я опять... Вот я в нескольких эпизодах этого дела просто не нахожу никакого рационального смысла. То есть я не вижу там ничего. Возвращаясь все-таки к площадкам, которые сейчас рассматриваются для завода Вятич. Вот ты Калугу упомянул. В случае, если Вятич решит построить завод в Калуге, производство на территории Кировской области закроется? Не могу ответить на этот вопрос. Не могу. Хорошо, но, тем не менее, предприятие работает, и сотрудники на предприятии работают. Что внутри-то происходит? Есть ли какое-то бурление, какие-то вопросы, которые задают сотрудники, увольнение, переходы? Нет, нет, нет. Ничего похожего, конечно, нет. В первую очередь, всем понятно, что они варят пиво и делают квас. То есть у них основная задача, я извиняюсь, заниматься своим делом, а не интересоваться течением уголовного расследования или там каким-то пиаром или рекламными вещами. Это не их дело. Но суть очень простая. То есть первые недели буквально, особенно поставщики, вот меня в этой истории уже как человека, связанного с пиаром, рекламой и так далее, и так далее, меня, ну, скажем так, раздражает вариант, когда я вынужден, причем я вынужден писать текст, этот текст потом вешается на сайт завода, о том, что уважаемые партнеры, там, это писалось, если я боюсь ошибиться, по-моему, для Магнита в первую очередь, потому что Магнит поинтересовался, как только начались все эти обыски и все остальное, они поинтересовались, а как у вас там, ребята, деват вообще? И мы вынуждены были написать, что, во-первых, к нам претензий никаких, а действительно к АО «Вятич» никаких претензий нет, в принципе. То есть все происходит все тем же самым способом, все так же, все ровно и спокойно. Но сам факт, что мы должны объяснять кому-то, что у нас все хорошо, вот это раздражает, откровенно говоря. То есть то, что эти люди нанесли удар по деловой репутации, то, что они просто помотали нервы, это понятно. А вот то, что они одновременно испортили деловую репутацию фирмы, это все-таки более серьезные вещи. Но у «Вятича» ведь были амбициозные планы не только по расширению рынка продажи кваса, в смысле увеличения его доли на российском рынке, но вот банка сейчас запускается, да? Банка пойдет, да. Та и другая. У «Вятича» теперь широкие связи по международным поставкам, и наверняка были какие-то регионы, с которыми планировалось заключать тоже какие-то договоры. Вот эти планы долгосрочные или краткосрочные, но планы, они приостановлены или они все в работе? Нет, они, во-первых, все в работе. Во-вторых, ну, в самой мрачной ситуации, да, вместо завода «Вятич» здесь будет центр, там, торговый, где кировчане, как всегда, будут покупать в два раза завяженные шмотки и так далее, и так далее. Ну, каждому свое, вот я считаю, данный случай. Вот. Если ты сделал все для того, чтобы завод отсюда исчез, ну, вот, собственно, ты и пожинаешь эти планы. Ну, это я уже начинаю ударяться в пессимизм, если не стоит, может, это делать, но сам по себе завод фактически не исчезнет. Не исчезнет, не «Вятич», не исчезнут товарные знаки, ну, на другой площадке, да, в другом месте и все. Рекламные кампании? Никуда ничего не денется. Никуда ничего не денется. И, ну, да, «ТК «Вятич», претензий к «ТК «Вятич»» предъявлен, а «К «Вятич»» ничего пока. И у нас планы с иностранными поставками, там есть разговор о том, чтобы построить завод в другой стране вообще говоря, но это надо отложить, потому что документы даже предварительно еще не подписаны, то есть рано говорить. Есть предварительная договоренность с одной из фастфудных сетей, которая входит, она входит в тройку ведущих мировых, о том, что она возьмет «Вятский квас». То есть это, опять же, документы не подписаны, говорить об этом рано. Но переговоры идут. Ну, переговоры, да. То есть процесс рабочий, он не остановился, все идет. Да, ничего не остановилось, мы двигаемся дальше. То есть мы прекрасно себя чувствуем и с пивом, потому что несколько новых сортов, которые запущены, они как бы оправдывают из своей перспективы. Вот, и это, я думаю, что все-таки, все-таки мы сумеем за ближайшие месяцы успеть, по крайней мере, ну, хотя бы маленькая приятность в том, чтобы кировчане знали, что, собственно, на чашу весов, да. То есть это не просто оборудование, не просто там 400 человек, которые работают, не просто эти стенки завода, да. Это качество, это вещи, которых больше нету на самом деле. И деньги в бюджет. Вот, что кировчане тоже почувствуют на себе. И это очень важно. И поэтому возвращаемся к 15 июня, это день пивовара. Да. К дню пивовара всегда, Вятич, готовит и праздник, и что-то отрывает. Ну, там будет шествие, да. Если только у вас на линии у вас открывалась, день пивовара, то вот сейчас баночная линия, то шествие пивоваров будет? Конечно, да. И вот ты говоришь, что подтвердил вот на данный момент свое участие губернатор Кировской области. Ну, он не мне лично подтвердил, потому что, когда я ему писал, он ответил, я говорю, на открытии баночной линии появитесь, Леночку резать. Но это вообще формальная история или это важно с политической точки зрения, чтобы первые лица появились в этот момент? Для себя я считаю, что это очень важно с политической точки зрения, конечно, потому что, ну, тут я могу не кривить душой и не вилять, потому что, если Васильев появляется на открытии завода, он тем самым говорит, что да, этот завод нужно сохранить, этот завод должен остаться в Кирове и так далее. Ну, то есть он посылает как бы сигнал, на самом деле. Как на него отреагируют, что будет дальше вилами на воде, мы не можем знать всего этого. Чье было решение публичить активно эту историю? Потому что мгновенно сразу отреагировали, понятно, местные источники, но и федеральные крупнейшие издания отреагировали сразу же и написали и пишут большие материалы по Вятичу. Ну, там было два момента. Первый момент, когда, собственно, прошли обыски, еще в апреле первые обыски навязчивые вот эти прошли, сумасшедшие с 9.30 до 8, да, с маски-шоу со всеми этими, в частности, с этими деталями, вот. Там был вопрос и заметка о том, что прошли обыски. Они связаны с тем пресс-релизом, который заставила наша ФСБ, о том, что вот так вот происходит дело. Значит, да, что-то это мелькнуло, как новостишка, и исчезло. То есть, ну, у нас, как известно, по стране все время что-нибудь происходит, да, такого плана. А вот то, что сделали где-то в 20-х часах мая, это уже, ну, откровенно говоря, все прочее. То есть, нам очень помог союз пивоваров. Ну, там мы считаемся, оказывается, я этого не знал, я был в Сочи, поговорил с Мамонтовым, который возглавляет Вячеслав Иванович в этот союз. Оказалось, что он вообще очень высокого мнения, как бы, о предприятии, о качестве и так далее, и так далее. И он не совсем простой человек. И он очень помог нам с публикациями, то есть, он через своего пресс-секретаря помог связаться с ребятами из РБК. А дальше оказалась уже просто удача, то есть, эти ребята помнят меня, как ни странно. То есть, когда я прозвонился, как Владимир Маматов, они говорят, о-о-о, привет, 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 давай, что надо. Все, то есть, и дальше все по ней свойствует, дальше я просто отвечал в комментариях. То есть, это было ваше решение, что нужно публикать эту историю? Да, однозначно, конечно, конечно. Но это было, это, во-первых, наше. Во-вторых, я, ну, считай, в четверг я встречался с московскими адвокатами в Москве, а в среду, во вторник мы уже печатали на следующей неделе, то есть, мы поговорили с адвокатами, пришли к мнению, что, в принципе, компания федеральная, а об этом дело в том, что об этом знают все в Москве. То есть, и даже удивительно, я этого не знал, но оказалось, что мы достигли какого-то интересного результата. Когда говорят, вятич, ну, вятский хваст, да, все понятно, то есть, это федеральная компания, это не кировская, это не местное дело, это именно федералы. И вопрос говорит, зачем они это сделали по поводу возбуждения дела, обыска и всего остального. Зачем они пытались, там нечем больше заняться было, зачем они связались с федералами, ну, в прямом тексте, вот москвичи говорят. И мы проговорили с адвокатами достаточно долго, и в итоге пришли к мнению, что да, надо показывать ситуацию, показывать ее полностью. Дальше нам помог Союз пивоваров, дальше нам очень помог РБК, а дальше уже подхватили коммерсанты, ТАСС, Ведомости, Интерфак, все остальные. И все очень пристально следят за этой ситуацией. Да. Это будем делать и мы, я благодарю нашего гостя. Сегодня в особом мнении был Владимир Маматов, пресс-секретарь завода «Вятич». Я Светлана Занько, всем хорошего дня. Да, Света, всем, всего доброго. Особое мнение на 101FM